Меня зовут Ахрименко Дмитрий, я рад приветствовать вас на канале ITVDEN. Спасибо, что вы подключились к нашему вебинару. Тема вебинара HTML5 веб-компоненты. И в течение следующего часа, часа полтора, мы будем с вами обсуждать, что такое веб-компоненты, как их использовать и какие преимущества дает эта новая технология. Начнем мы с плана нашего урока. Мы с вами разберем следующие моменты. Первое, это проблемы, которые возникают при верстке. То есть, если вы используете обычный HTML, CSS, JavaScript, с чем вы можете столкнуться, где могут появиться какие-то траблы. Второе, мы рассмотрим использование шаблонов. То есть, это уже один из моментов, который позволяет избавиться от тех проблем, которые мы обсудим вначале. Рассмотрим использование пользовательских компонентов или пользовательских элементов управления. Тоже один из вариантов решения проблем, которые мы опишем. Разберем, что такое Shadow DOM, работа с импортами. И в самом конце, на практических примерах, мы попробуем разобраться с тем, как выглядит обычный HTML-код. И в чем преимущество, если мы этот HTML-код перепишем на веб-компоненты, какие мы получим выгоды с этого. Начнем с тех проблем, с которыми сталкивается каждый фронт-энд-разработчик, каждый разработчик, который использует HTML и CSS и JavaScript. Первое, с чем мы сталкиваемся, это слабая семантика. Если мы откроем любой сайт, например, на презентации у нас есть исходный код StackOverflow, можно посмотреть на любой другой ресурс, и мы увидим, что практически вся разметка – это просто суб из дивов. У нас есть див, внутри див, в нем еще один див, и где-то рядом несколько еще вложенных дивов. И разобраться, за что отвечает каждый из дивов, мы можем только посредством того, что определить для дива какой-то ID-шник или класс, и по этому классу уже понимать, за что див отвечает. Если посмотреть на слайде, мы видим, что класс header, понятно, что этот див отвечает за заголовок. Потом есть какие-то блоки, отвечающие за какие-то иконки, за notify, за сообщения и так далее. Первая проблема, с которой мы сталкиваемся, используя чистый HTML, проблема связана с тем, что очень тяжело, просто разбирая структуру разметки, понимать, за что каждый из элементов разметки отвечает. Конечно, пользуясь HTML5 элементами, новыми элементами, которые добавляют семантики, добавляют смысла, мы можем определить, что здесь у нас заголовок, здесь у нас, допустим, статья находится, какая-то секция какая-то на странице, но при этом все равно мы не можем описать все возможные элементы, которые создаются при верстке каких-то сложных интерфейсов бизнес-приложений, сложных интерфейсов каких-то веб-ресурсов. Поэтому первая проблема, мы ее озвучили, это вот слабая семантика. Вторая проблема, это конфликты стилей. Допустим, мы разрабатываем отдельный элемент, какой-нибудь, не знаю, чат, окно для, окно для чата, или там, допустим, новостную ленту, но при этом эта новостная лента, она не единственная будет находиться на странице, на странице еще будут какие-то другие элементы управления, которые будут добавлены другими разработчиками. Понятно, что все, что мы будем создавать, мы захотим стилизовать, мы для этого будем использовать CSS файлы, но для того, чтобы гарантировать, что наши стили будут стилизовать только наши элементы, наше, допустим, вот этот блок с меню, нам необходимо максимально задавать специфические селекторы, максимально специфические правила, чтобы, когда на странице будет много HTML элементов, чтобы стили, написанные нами, оформляли только наши элементы, чтобы они не портили элементы других разработчиков. То есть мы, чтобы решить конфликты со стилями, чтобы решить конфликты со стилями, мы можем либо использовать максимально специфические правила, либо использовать ключевое слово important для того, чтобы сказать, что этот стиль является максимально приоритетным при оформлении элементов. И даже если мы будем использовать два вышеперечисленных пункта, не факт, что когда какой-то другой разработчик разработает свой компонент, свой элемент, добавив на страницу, добавив свои стили, он не перетрет наши стили, и все не будет выглядеть ужасно и некрасиво. Поэтому в чистом HTML и CSS у нас есть проблемы, связанные с конфликтами стилей. Когда стилей много, мы с ними начинаем путаться. Я уверен, что вы часто сталкивались с такой проблемой, что добавляя какой-то новый стиль на одну страницу, вы до конца не уверены, что этот стиль сейчас не испортит что-то на другой странице и не поплывет какой-нибудь элемент, который уже кем-то был разработан и на странице размещен. Другая проблема – это отсутствие бандлинга. Если вы нашли какой-то интересный плагин, например, для галереи будете использовать jQuery плагин или чью-то другую библиотеку, чтобы этот плагин подключить, вам необходимо сделать ряд манипуляций. Необходимо подключить, допустим, jQuery, min, подключить Bootstrap, подключить какие-то скрипты, какие-то CSS. То есть на странице, чтобы разместить отдельный компонент, там какую-то вращалку картинок, карусель, вам нужно подключить энное количество файлов. Подключить их в правильной последовательности, при этом эти файлы не должны нарушить работу каких-то других уже существующих на странице элементов. Это достаточно иногда сложная задача – сделать так, чтобы все необходимые элементы присутствовали на странице, чтобы все, что нужно для того, чтобы страница функционировала корректно, чтобы все это загрузилось при обращении браузера. И было бы намного удобнее, если бы подключение, допустим, какого-нибудь плагина занимало у нас просто одну строчку кода. Мы написали «Подключить карусель», и у нас на странице есть все необходимое для этой карусели. Есть JavaScript, есть необходимый HTML файлик, есть CSS и прочее. И вот один из элементов, который мы разберем, один из компонентов, который входит в HTML5 Web Components, он как раз и позволяет нам избавиться от этой проблемы, связанной с контролем большого количества файлов. Ну и еще одна из проблем, которая возникает, это отсутствие каких-то единых стандартов для работы с шаблонами. Мы не говорим о ситуации, когда вы используете какую-то библиотеку, например, AngularJS или что-то подобное. Представьте, вы делаете там компонент для работы с новостнями, у вас есть новостная лента. Для того, чтобы новостная лента визуализировалась перед пользователем, с сервера вы получаете массив новостей, и каждую новость вы превращаете в блок HTML кода. Какой-нибудь H элемент, потом div, потом еще какие-то данные, которые связаны с этой новостью. Вам нужно продублировать вот несколько одинаковых блоков HTML кода. Если вы не будете использовать библиотеку, подобную AngularJS или MustacheJS, конкретно для создания шаблонов, то, скорее всего, вы будете использовать самописные шаблоны, вы создадите элемент script, этому элементу создадите специальный type, чтобы этот скрипт не выполнялся как JavaScript, а просто играл роль какого-то контейнера. И потом с помощью JavaScript кода будете находить этот скрипт, будете брать из него содержимое и просто клонируя его добавлять в нужные части новостной ленты. Взяли элемент из массива, взяли шаблон, склонировали его, вставили туда данные из массива, показали пользователю. Это окенное количество раз, пока все новости не отобразятся. Или другой вариант, вместо того, чтобы использовать script type, вы можете использовать какой-нибудь спрятанный элемент на странице. То есть сделать его невидимым, потом просто показывать, из него извлекая информацию, что-то с этой информацией, как-то ее модифицировать. И дополнительного кода. Проблемы связаны с тем, что если, например, в скрытом элементе будет находиться HTML код, или какие-то картинки, или еще подобный контент, то этот контент будет визуализироваться или исполняться еще до того, как будет отображен пользователь. То есть, например, скрытый JavaScript, он же в любом случае выполнится, даже если пользователь не отображается. Поэтому отсутствие стандартных каких-то механизмов для шаблонов, оно тоже является одним из недостатков работы с HTML кодом. С самим фронтендом. Ну и последний такой недостаток – это отсутствие стандартов, потому что у нас нету каких-то единых принципов написания отдельных элементов, отдельных пользовательских компонентов. В jQuery одни правила, в AngularJR другие правила. У каждой библиотека она диктует свои условия, имеет свои какие-то принципы формирования документов, которые будут использоваться как reusable компоненты. Мы будем делать пример карусели. У нас будет несколько картинок, которые при нажатии должны вращаться. Мы посмотрим, как мы делаем эту карусель с использованием обычного HTML, и потом посмотрим, какие есть стандарты по реализации подобной карусели с помощью веб-компонентов. Что нужно сделать для того, чтобы мы получили именно reusable компоненты, которые можно будет несколько раз использовать у нас на страничке. Проблемы мы перечислили. Слабая семантика, конфликты стилей, отсутствие бандлинга, отсутствие шаблонов и отсутствие стандартов. Каждая библиотека придумала, как решить проблемы с слабой семантикой, со стилями и со всем прочим. Теперь как это все выглядит в стандарте HTML5 Web Components. HTML5 Web Components это ряд техник, которые используются, ряд технологий, которые используются для решения всех наших перечисленных проблем. Например, первый пункт, который видите на слайде, templates. С помощью templates, как ни странно, мы можем решить проблему, связанную с отсутствием шаблонов. С помощью shadow DOM мы можем решить проблему, связанную с проблемами конфликтов стилей. Потому что shadow DOM это механизм, который позволяет добавить дополнительный уровень инкапсуляции, то есть спрятать какую-то часть DOM-дерево от внешней страницы и сделать так, чтобы она жила своей собственной жизнью, чтобы там были свои правила, свой JavaScript, который не будет мешать выполнению каких-то других элементов на странице. С помощью custom elements мы можем решить вопрос, связанный со слабой семантикой. Мы можем создавать свои собственные HTML элементы и мы можем делать так, чтобы они имели свое уникальное имя, которое бы отражало, что эти элементы делают. И последний пункт import с помощью этого, этой технологии, мы можем сделать так, чтобы одним импортом, одной ссылочкой мы на страницу загружали несколько HTML шаблонов, несколько каких-то кусочков JavaScript кода, которые создают кастомные элементы, то есть чтобы мы могли быстро использовать банвинг, собирать кучу, несколько файлов, и одним подключением эти файлы интегрировать в свой документ. Вот что из себя представляет технология HTML5 Web Components. Это целый ряд спецификаций, которые, понятно, что на текущий момент по-разному поддерживаются современными браузерами. В любом случае у вас возникнет вопрос, можно ли это использовать сейчас в продакшн-ходе и насколько это будет проблемно для проекта вашего использования веб-компонентов. На следующих слайдах у нас идут скриншоты с сайта CanIUse и вы видите, что первая спецификация HTML Templates поддерживается неплохо и в Firefox, и в Chrome, и в Safari, то есть в основных браузерах, в Edge 13 версии поддержка HTML Templates присутствует. К сожалению, Internet Explorer этой поддержки не имеет. Если взять следующий, следующий слайд, Custom Elements, то есть создание пользовательских элементов управления, Chrome поддерживает, большинство других браузеров, к сожалению, Custom Elements не поддерживают. И ситуация в последнее время пока не меняется. Хоть эти слайды не самые свежие, есть уже следующие версии браузеров, которые здесь перечислены, но при этом ситуация не поменялась. Все так же Custom Elements поддерживается только в Chrome. Если взять HTML Import, то также только Chrome поддерживает в полной степени. И если брать Shadow DOM, только Chrome реализовывает эту функциональность на 100%. Все остальные браузеры еще ее не поддерживают. То есть если подвести итоги по текущему саппорту, то только браузер Chrome, большинство его версий, начиная с 33, если не ошибаюсь, поддерживает фичи HTML 5 Web Components. Если мы говорим о других браузерах, для того, чтобы поддерживалась новая функциональность, нам необходимо использовать Polyfill и дополнительно на страницу добавлять специальный JavaScript код, который будет имитировать функциональность. Но, к сожалению, эту функциональность, мы не всю функциональность можем до конца сымитировать и, допустим, тот же Shadow DOM, он работать не будет в браузерах, которые его явно не поддерживают. Если вы хотите, чтобы ваш код был кросс-браузерным, то один из Polyfill, который вы можете использовать, это Web Components, Polyfill, который вы можете взять на сайте webcomponents.org. Вы видите сейчас на слайде ссылку на этот Polyfill. Мы посмотрим один из примеров, который докажет, продемонстрирует, что данный Polyfill действительно решает вопрос, связанный с кастомными элементами и импортами, когда мы работаем, например, в Firefox или в Internet Explorer, браузер, который не поддерживает необходимую нам функциональность. Если говорить о других библиотеках, я думаю, что многие из вас слышали такую библиотеку, как Polymer, но до конца не понимали, что это за библиотека, что она из себя представляет. Для того, чтобы было понятнее провести аналогию между разными библиотеками и технологиями, JavaScript — это основа, которая лежит в основе библиотеки jQuery. jQuery — это просто набор функций, набор синтаксического сахара, то есть упрощение, использование чистых функций JavaScript. С помощью jQuery мы можем намного более простым способом выполнить ту или иную функциональность, чем если бы мы писали на чистом JavaScript. То же самое можем сказать и о библиотеке Polymer. Polymer — это всего лишь упрощение, это библиотека, в основе которой лежат в Web Components. И то, что мы с вами сейчас будем разбирать в примерах, мы будем использовать чистые Web Components, но при этом, если мы подключим библиотеку Polymer, у нас получится сделать то же самое, просто меньшим количеством кода. Нам не придется писать много кода для того, чтобы настроить кастомный элемент, использовать импорты и использовать там Shadow DOM или еще что-нибудь. И при этом библиотека Polymer, она просто делает код немного по-другому, структурирует, делает его более удобным. Также она предоставляет, как и jQuery UI, предоставляет ряд уже готовых компонентов, которые мы можем использовать при написании каких-то своих сайтов. Если у вас сейчас возникли какие-то вопросы по презентации, по тем слайдам, которые я объяснял, пожалуйста, задайте эти вопросы в чате. Я попробую на них ответить. Пока вы будете писать вопросы, мы с вами перейдем к примерам кода. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Нет, сейчас мы будем работать с чистыми веб-компонентами, с Polymer, примеров у нас не будет. Как я понимаю вопросов. таблицы поддержки. Сейчас я открою. На сайте can.iuse на этом сайте вы можете проверять, какое текущее состояние поддержки той или иной функциональности в современных браузерах. Пишем в главном поле ввода, например, templates. Вот у нас отображается информация о том, какие браузеры сейчас его поддерживают. Edge 13, 14 версии, ну и все остальные. Также обычно под списком браузеров, которые поддерживают технологии, есть список дополнительных ресурсов, список известных проблем, которые могут возникнуть при использовании той или иной функциональности. Вот вопрос от Если так мало поддерживается Shadow DOM, много ли пользы от веб-компонентов? Вы сейчас посмотрите по самим примерам, которые мы разбираем. Польза действительно есть. Даже если мы не будем использовать Shadow DOM, конечно, у нас будут возникать некоторые проблемы, связанные с инкапсуляцией стилей, но при этом мы будем решать все остальные проблемы, бандлинг, слабую семантику, использование кастомных элементов. это все будет работать, даже если не поддерживается Shadow DOM. Но сагунациональность, которая позволяет избавиться от большого количества проблем. Планируется ли видео по полимеру? Было бы очень интересно. Материалы по полимеру готовы, в ближайшее время они будут записываться, но это будет такой короткий урок, короткий курс на несколько часов. То есть более полноценный курс будет немного позже. Да, полифилы есть, один из комментариев, но они не могут имитировать работу именно Shadow DOM, потому что сымитировать абсолютно новое дом-дерево, которое будет работать как старое, плюс еще и поддерживать какие-то варианты инкапсуляции, это очень сложно, как я понимаю, реализовать. Следующий вопрос появился еще. Хотелось бы узнать ваше мнение про Stack BAM технологии, это замена веб-компонент. Мне кажется, что это не замена веб-компонентам, веб-компоненты это отдельно стоящая стоящий набор технологий, которые чем-то будут напоминать Stack BAM технологии. Мы переходим к примерам и сейчас мы пройдемся по несколько, разберем несколько примеров, которые покажут использование шаблонов, Shadow DOM, импортов и дальше мы уже будем пытаться на простом примере показать, как это все можно в кучу склеить и сделать из этого полезный веб-компонент. Так, еще был один из вопросов. Как часто будут проходить вебинары, можно ли где-нибудь посмотреть расписание и темы. На данном этапе... Сейчас, одну секундочку и открою. Расписание вебинаров вы можете посмотреть на странице нашего учебного центра. Я сброшу ее в чат. К сожалению, сейчас мы не знаем точно расписание на следующий месяц. Ближайший вебинар, который планируется, это вебинар по AngularJS 2. Валентин Гунько, это преподаватель, который будет его читать. И регистрируйтесь на следующий вебинар, если вам интересно. Дмитрий, ShadowDom указывает, что поддерживается GitHub Web Component.js. Когда я последний раз проверял, у меня не получилось с помощью веб-компонент.js и Polymer реализовать работу именно веб-компонентов ShadowDom в браузере Firefox. Может, я, конечно, что-то неправильно сделал. Сейчас дойдем до практических заданий. И в задании попробуем это сымитировать. Но просто по тем примерам, которые я пытался реализовать, у меня оно не получилось. И объяснение на форумах с документацией Polymer, которые я нашел, что ShadowDom, он включается в библиотеке, но при этом полная поддержка его не работает. Сейчас еще раз попробуем. Давайте вернемся к примерам. Пройдемся по примерам, потом я отвечу на следующие вопросы, которые у вас появятся. Начнем с шаблонов. Что такое шаблоны, почему мы их используем и в каком виде они применяются. Как мы уже говорили до этого, какого-то единого стандарта использования шаблонов в веб-разработке нет. Но с применением элемента template этот единый стандарт появляется. Понятно, что он еще не везде поддерживается, но Firefox и Chrome, большая часть последних версий, эту функциональность реализовывают и поддерживают. Если мы будем использовать шаблоны с помощью скрытия на странице каких-то элементов, div или какого-то другого HTML-контента, то в таком случае у нас будет возникать проблема, связанная с тем, что содержимое этих элементов уже будет заранее визуализироваться. Например, если у нас в скрытом элементе будет находиться JavaScript-код и картинка, то JavaScript-код выполнится, а картинка скачается с сервера. Это недостатки использования обычных скрытых элементов. Если говорить о каких-то посторонних библиотеках, которые упрощают работу с шаблонами, то у каждой библиотеки есть свой собственный синтаксис, и нет единого стандарта, нет единого подхода. И если мы говорим о каких-то самописных шаблонах, то, скорее всего, это будет влечь за собой написание достаточно большого количества JavaScript-кода. Если говорить о шаблонах, которые встроены в веб-компоненты, то для того, чтобы использовать шаблон, необходимо добавить элемент template в тело документа, в этом элементе разместить необходимую структуру HTML-кода, возможно, JavaScript вложенный, возможно, какие-то картинки, и потом обязательно необходимо будет выполнить какие-то действия для того, чтобы этот шаблон стал видимым. То есть сам по себе элемент template, он никаким образом не обрабатывается браузером. Это фрагмент HTML-кода, который не является активным. Чтобы он стал активным, нам необходимо его найти. Вот мы сейчас находим сам элемент template. Далее этот элемент, его содержимое, необходимо клонировать. Чтобы это выполнить, мы обращаемся к методу importNode, передаем в него в качестве параметра контент из шаблона и указываем, что мы будем выполнять глубокое клонирование. То есть полностью весь граф элементов, которые находятся в шаблоне, со всеми вложенными элементами, мы будем из них делать копию. Копию помещаем в переменную template-clone, и дальше вот этот template-clone нам необходимо где-то разместить в теле текущего документа. Мы добавляем это все в конец body. Template-clone размещается в конце нашего текущего документа. Давайте мы запустим этот пример и убедимся, что он у нас функционирует. Мы видим, что у нас на странице появляется hello world from template. Если мы откроем исходный код документа, то мы увидим, что в документе у нас template и скрипт у нас остался, как изначально был описан в самом исходном коде, но появился еще параграф, который был извлечен из шаблона и добавлен в тело документа. То есть, если мы выполним эту инструкцию несколько раз, выполним клонирование и добавление элементов в нужной части нашей страницы, то мы просто получим дублирующийся HTML-код, который был вытащен из шаблона, возможно, в него были внедрены какие-то данные и размещены где-то на странице. Следующий пример, который показывает, что содержимое темплейтов не активно до тех пор, пока темплейт не будет должным образом инициализирован. В темплейте у нас находится параграф, скрипт, который выводит сообщение и картинка, которой у нас на самом деле нету, то есть на страничке должна появиться либо иконка не скачанной картинки, либо мы должны в вкладочке Network Developer Tools увидеть, что была ошибка при скачивании. Мы сейчас темплейт добавили, но не до конца написали скрипт. Мы закомментировали 26-ю строчку, которая ранее была раскомментирована. Мы показываем, что мы не добавляем сам контент темплейта на страницу. Если мы сейчас запустим данный пример и откроем вкладку Network даже, дополнительно обновим, мы видим, что у нас все-таки темплейт у нас что-то с ним происходит, мой имидж. Мы закомментировали весь код, который обращался к темплейту. Видите, что на странице у нас нету, идет обращение только к HTML документу и не выполняется тот JavaScript код, который находится в самом темплейте. То есть получается, что скачался этот документ, скачался темплейт, но при этом ни alert, ни эта картинка она у нас не отработала. Если мы раскомментируем код, который инициализировал темплейт, код, который находит сам темплейт и клонирует его, после чего добавляя на страницу, то в таком случае у нас выполняется JavaScript код. Мы видим, что у нас вниз появляется та картинка, которой нету на самом деле, то есть мы получили 404 ошибку. Вот какое преимущество темплейтов. До тех пор, пока вы с ними что-то не сделаете, темплейт не будет визуализирован. Где могут использоваться темплейты? Темплейты мы можем применять в том случае, если будем, вот допустим, как вначале мы говорили, о элементе, который делает новостную ленту, который выводит новости, полученные сайты. То есть мы можем отдельный блок новости реализовать в виде темплейта, а потом этот темплейт, получать его копии, и в эти копии вставлять просто ту новость, которую мы скачали с сервера. Тем самым на странице у нас будет дублироваться энное количество записей, которые нам необходимо сделать с применением одного и того же шаблона. Также темплейты будут использоваться для создания кастомных элементов. Но в этом примере мы упростили его, мы темплейт применять не будем. В следующем примере мы посмотрим, как можно было бы в следующих примерах. Мы разберемся еще с темплейтами. Кастомные элементы достаточно интересная штука, которая позволяет вам создавать свои HTML элементы. И сложного в этом ничего особого нет. Мы видим, что сейчас на 8 элементе есть какая-то своя функциональность. Когда эта страница отобразится, вместо Hello World Component, у нас должно появиться что-то полезное, то, с чем мы будем взаимодействовать. Давайте мы сейчас запустим примеры, посмотрим, что из себя представляет Hello World Component. Как ни странно, это просто Hello World. Рассмотрим самый простой пример использования компонентов на примере Hello World. Если мы попробуем инспектировать текущую страницу, то мы увидим, что оказывается наш Hello World Component в себе содержит H3 элемент, и вот текст, который в него вложен, это Hello World. Давайте посмотрим, что нам необходимо сделать в самом JavaScript коде, чтобы получить вот такой элемент. Первое, нам необходимо создать прототип, который будет лежать в основе всех Hello World компонентов. Для этого мы создаем отдельную переменную, и чтобы не писать прототип полностью с нуля, мы пользуемся уже существующим компонентом, существующим прототипом какого-то HTML элемента. Мы берем HTML элемент, то есть как бы generic HTML элемент, самую базовую реализацию любого HTML элемента, который есть у нас в разметке. Говорим, что мы используем его прототип. И этот прототип передаем в метод Object Create. По сути, Object Create это создание нового объекта, который наследуется через прототип от этого прототипа. Если бы мы хотели получить объект, который бы имел базовую функциональность, связанную с div, с input, с каким-то другим HTML элементом специфическим, нам необходимо было бы здесь выбрать его конкретную реализацию. Например, html.div.element.prototype, для того, чтобы этот компонент получил по наследству те свойства, которые есть у div. Так как нам сейчас нет необходимости получать какие-то специфические свойства или настройки, то мы пользуемся самой простой реализацией HTML элемента. Получив этот прототип, следующая операция, которую нам необходимо сделать, это на прототипе повесить callback функцию, которая будет запускаться, когда браузер дойдет до hello world component и захочет из этого компонента сделать что-то полезное, то есть его превратить в нормальный работающий компонент. Эта callback функция называется created callback. На строчке 15 мы эту функцию инициализируем, указывая callback функцию, которую нужно будет запустить. И в этой callback функции нам и необходимо выполнить всю настройку, связанную с создаваемым компонентом. То, что мы сейчас делаем, мы говорим, что текущий элемент, по сути, this, будет в процессе выполнения ссылаться на вот этот узел дом-дерево, на hello world component. Мы говорим, что в innerHTML этого компонента нам необходимо поместить просто аж три элемента. Более продвинутые техники создания здесь разметки мы попробуем разобрать немножко позже, вот когда дойдем до практического примера. То есть сейчас пока примитивно взяли аж три элемента и конкатенация может быть связали там с какими-то дополнительными элементами, ну и получили внутреннее содержимое нашего компонента. Создали прототип, настроили callback функцию, теперь нужно зарегистрировать наш пользовательский элемент управления в браузере. Для этого у нас на объекте document есть метод registerElement. Берем document.registerElement. В качестве первого параметра даем имя нашему компоненту, в качестве второго параметра передаем объект, в котором обязательно необходимо установить свойство prototype. Это свойство prototype, оно как раз у нас используется, в нем мы используем прототип, настроенный ранее. Важно заметить, что при создании, при регистрации самого пользовательского компонента необходимо правильно его именовать. Имя пользовательского компонента обязательно должно содержать в себе dash символ, то есть черточку. Это сделано для того, чтобы можно было отличить, где компоненты пользовательские, а где компоненты стандартные браузера. Если мы посмотрим на все HTML элементы, то в их имени dash не присутствует. Там table, div, a и все остальные. Если мы говорим о своих компонентах, их имя обязательно должно быть my черточка component или hello world черточка component или еще что-нибудь. То есть имя обязательно должно включать в себя dfiz. И дополнительно метод registerElement, кроме того, что он говорит браузеру, если ты встретишь hello world component, то для того, чтобы этот hello world component превратился в узел дом-дерево, пользуйся вот этим вот прототипом, то есть инстанцируй hello world component и связывай с этим прототипом, в котором находится его базовая функциональность. Но кроме этого, у нас еще метод возвращает функцию, которая является функцией конструктора. Если мы возьмем и запустим hello world component, напишем new hello world component, то полученный результат будет новым экземпляром компонента, который можно будет где-то разместить на текущей странице, что-то с ним сделать. Вот то, что касается создания компонента. Самый простой пример, который можно разобрать. Переходим к следующему примеру. Давайте мы запустим сейчас этот компонент. Вы видите, что в хроме он работает корректно, но если мы перейдем в Firefox и попробуем открыть эту же страницу, то мы увидим, что Firefox будет ругаться на то, что document register element не является функцией. То есть просто Firefox не знает о том, что такое register element, так как не поддерживает веб-компоненты. В следующем примере показано использование полифила. Мы полифил уже скачали с webcomponents.org. У нас появляется здесь набор файлов. По сути, вот этот вот webcomponents.js, вот этот вот файл нас интересует, так как он является реализацией полифила. И именно благодаря ему у нас сейчас будет функционировать, даже в Firefox будет функционировать пример. Вы видите, что в custom element HTML в разметке у нас присутствует точно такой же код, как и в предыдущем примере, только без комментариев. Но предшествует этому коду на 10-й строчке подключенный скрипт webcomponents.js. Благодаря этому скрипту после запуска примера, вот мы видим, что он работает у нас как в хроме, так и должен работать в Firefox. И тоже в Firefox у нас отображается hello world сообщение. Пока вижу пару вопросов. Слайды вебинара будут отправлены всем на почту. То есть вы получите материалы, которые разбираю на свой email адрес. И дефис название это style guide, то есть это правило, которого вы должны придерживаться. Если мы дефис уберем из названия, то видите, у нас перестает работать компонент. То есть компонент не будет функционировать, потому что браузер не будет считать его пользовательским веб-компонентом. Браузер для него будет запускать свои какие-то внутренние инструкции, которые он использует для работы с обычными дивами или другими HTML элементами. Поэтому обязательно нужно указывать где-то дефис, неважно где, он просто должен присутствовать. Вот это пример полифилом, который доказывает, что у нас работают компоненты даже и в других браузерах. Следующий пример покажет нам использование ShadowDome дерева. Как мы можем его применить и для чего вообще мы будем его применять. На самом деле ShadowDome деревом вы уже активно пользовались, если работали с такими компонентами, как видео, input с тайпом, range или каким-то другим специфическим тайпом. Вот у нас есть сейчас на страничке два элемента. И когда мы запускаем Chrome, для того чтобы в Chrome нажимаем сейчас на F1, извиняюсь, сначала мы нажимаем на F12, чтобы открыть Developer Tools, а потом на F1, чтобы в Developer Tools открыть панель настроек. В панели настроек у нас есть такая галочка, как Show User Agent ShadowDome. То есть если вы поставите эту галочку, то при инспектировании элементов вы будете видеть не только существующую структуру HTML кода, которая называется еще LightDome, а также будете видеть ShadowDome, который был сгенерирован браузером, либо сгенерирован вами. Если мы посмотрим на саму разметку, у нас с сервера пришел элемент видео. Но мы знаем, чтобы элемент видео работал, он должен состоять из кучи мелких компонентов. Должна быть кнопочка Play, должен быть индикатор, сколько мы просмотрели видео, индикатор громкости, сама пьюшка, в которой видео будет проигрываться. И все это в одном элементе видео было бы тяжело разместить. Если раскрыть элемент видео, то мы видим, что в этом элементе есть ShadowRoot. А в самом ShadowRoot есть достаточно развернутая структура HTML кода, которая определяет, что из себя представляет сам элемент видео. То есть каждый из этих элементов, он по сути из себя представляет вложенный какой-то компонент. То есть DIV или Input или еще что-нибудь. Если, например, взять более простой элемент Input с тайпом Range. Если мы его будем инспектировать, то мы увидим, что это обычный Input, но в нем находится ShadowRoot, который состоит из первого DIV, являющегося полностью поверхностью, на которой ходит ползунок, и вложенного элемента с ID-шником Track, который является самой кареткой, по которой мы зажимаем, для того чтобы... Хотя нет, Track это поверхность, а каретка это вот этот элемент мой. Вложенные элементы управления, они внутри, внешне это просто один элемент, но внутри это какое-то какое-то вложенное дом-дерево, состоящее из n-ного количества объектов, связанных друг с другом, но при этом мы эти объекты не видим, мы не можем их стилизовать своим CSS-ом, то есть если мы скажем, что на этой странице работает стиль для ID-шника сам, то этот стиль никак не будет... никак не будет использоваться, то есть стилизоваться этот DIV не будет. Если мы напишем JavaScript код, который попытается найти элемент, находящийся в ShadowDome, и что-то с ним делать, мы тоже не сможем этим JavaScript кодом здесь что-то сделать. Мы не найдем элементы, если этот JavaScript код особым образом не напишем, чтобы он работал именно с Shadow элементами. Давайте подведем итог, что такое ShadowDomeDerevo. LightDomeDerevo это то, что мы пишем с вами, и то, что генерируется в процессе выполнения стандартного нашего JavaScript кода, в процессе визуализации обычной HTML-разметки, но при этом ShadowDomeDerevo может в себе включать ShadowDomeDerevo. ShadowDomeDerevo это вложенное дом-дерево с определенными настройками инкапсуляции. Все, что находится внутри ShadowDome, оно недоступно извне. То есть LightDomeDerevo и те JavaScript сценарии, которые находятся подключенные в обычном LightDome, которые просто выполняют стандартные свои операции, ищут элементы, меняют их, добавляют какие-то новые узлы, эти сценарии, они никаким образом не смогут повлиять на тот контент, который находится в ShadowDome. То есть ShadowDome это какая-то защищенная область, в которой может находиться ваш JavaScript код, ваш HTML, ваши CSS, и при этом вы никак не будете конфликтовать с другими ShadowDomeDerev'ями и с LightDomeDerevo. Давайте посмотрим, что нам необходимо сделать для того, чтобы создать ShadowDomeDerevo. На самом деле, сложного здесь ничего нет. Это все включает создание ShadowDomeDerevo, включает использование всего лишь нескольких JavaScript функций. Первое, что мы посмотрим, это текущая структура страницы. У нас на странице есть стиль, который подключается в хэде. Этот стиль говорит о том, что все H1 элементы должны быть красного цвета. Дальше, на 15-й строчке у нас есть H1 элемент с текстом Hello from LightDome. Это будет LightDome. Мы никаким образом его настраивать дополнительно не будем. То есть, если запустить страницу, то мы увидим, что этот стиль привяжется к H1 элементу и элемент станет красным. На 18-й строчке у нас есть специальный div, который мы называем ShadowHost. Элемент, в котором будет находиться ShadowDomeDerevo, тот HTML элемент, из которого будет расти ShadowDomeDerevo, этот элемент называется ShadowHost. в нашем случае мы этому элементу дали ID-шник хост и дальше будем этот ID-шник использовать. Также у нас есть темплейт на 20-й строчке. В этом темплейте размещен стиль, который говорит о том, что все H1 элементы должны быть зеленого цвета. И на 27-й строчке есть H1 элемент, который должен стать зеленым. Текст, который в этом элементе это HelloWorld from ShadowDome. То есть, мы сейчас выполним какие-то танцы с бубном, выполним дополнительный кусочек JavaScript кода, который сделает так, что этот темплейт он будет добавлен в ShadowDomeDerevo, а не в LightDomeDerevo. Для того, чтобы это сделать, первым делом мы находим темплейт, записанного в переменную темплейт. Далее мы находим хост, то есть тот элемент, из которого будет расти дом дерева. Тут будет находиться корень дом дерева. Вот этот наш элемент ShadowHost. Дальше мы на хосте. Для того, чтобы в хосте появился корень дом дерева, ShadowDomeDerevo, мы вызываем метод createShadowRoot. Вызывая этот метод, мы получаем объект, который является корнем ShadowDomeDerevo. Этот объект закрепленный за хостом. Если мы сейчас начнем что-то делать в этом руте, то есть добавлять в него какие-то дочерние элементы, выполнять какие-то над ним манипуляции, мы будем добавлять элементы в ShadowDomeDerevo. Но при этом это ShadowDomeDerevo будет визуализироваться и отображаться в том месте, где находится наш ShadowHost. Сам по себе рут является по сути обычным DocumentFragment. Если вы сталкивались с таким типом элементов в HTML, в JavaScript, то ShadowRoot это у нас DocumentFragment, который браузер там особым образом как-то будет обрабатывать. То, что мы делаем дальше с рутом, видите, мы с помощью AppendChild добавляем в него контент, взятый из темплейта. Давайте запустим пример и посмотрим, что у нас получилось. Мы видим, что на странице у нас есть красным выделенный первый H1 элемент, это наш LightDome. Потом мы видим, что у нас существует div с идишником хост, внутри этого divа появляется ShadowRoot и внутри ShadowRoot размещен элемент Style и H1 с текстом HelloWorldWorldFromShadowDome. То есть, когда мы манипулировали переменной root и в нее добавляли какие-то HTML фрагменты, мы это все добавляли в ShadowDome дерево, которое отрезано от внешнего мира. В том, что оно действительно отрезано от внешнего мира, мы можем проверить. Возьмем сейчас, закомментируем вот этот вот стиль. Обновим страницу. Мы понимаем, что и это, и это H1 элементы, но второй H1 элемент находится в ShadowDome. И вы видите, что на него не влияют те стили, которые работают для LightDome. Видите, что здесь у нас как был черный текст, так это черный текст и остался. Следующие примеры. И следующий пример покажет, что не только мы защищаем себя от стилизации, то есть решаем проблемы с конфликтами стилей, также у нас решается проблема, связанная с использованием JavaScript кода и селекторов JavaScript. У нас сейчас есть практически та же структура. темплейт себе содержит H1 элемент и на странице есть H1 элемент. Выполняем фрагмент кода. Мы выполняем фрагмент кода, который создает темплейт в ShadowDome. Этот ShadowDome размещается у нас в данном диве. И дальше у нас две операции. Document QuerySelectorAll H1. То есть мы на документе пытаемся найти все H1 элементы и так как мы работали именно с документом. Документ дает нам доступ только к LightDome и защищает ShadowDome. Получается, что при таком вызове мы получим только этот первый H1 элемент. Если посмотреть на 31 строчку, если мы возьмем root, то есть вот этот переменный, который является корнем ShadowDomeDerevo и вызовем QuerySelectorAll на объекте root, то в таком случае мы получим H1 элемент уже из ShadowDomeDerevo. Вот отсюда. Можем запустить этот пример и убедиться в том, что он корректно функционирует. Вот мы увидим, что в консольке и в первом и во втором случае у нас отображается только один элемент. В первом случае мы берем его из LightDome, а во втором случае мы берем его из ShadowDome. Пример показывает, что ShadowDome защищает компоненты не только те, которые не только от стилизации, но и также от использования этих компонентов чужим JavaScript кодом, который может случайно их вытащить и с ними что-то сделать. Я увидел здесь вопрос, вы можете выключить отображение, можем ли мы выключить отображение ShadowDome. Если не ошибаюсь, то для кастомного ShadowDome он не выключается. Если мы сейчас откроем настройки, выключим галочку и сохраним эти настройки, то ShadowRoot Open он у нас все равно будет работать. А вот если взять здесь, видите, для юзер-агента ShadowDome отличается, но для ваших пользовательских компонентов ShadowDome он все равно будет работать. Раз уже начал читать вопросы. Полифил Фокси хорошее замечание, сейчас мы попробуем его. Следующий вопрос, я правильно понял, это делается целью производительности, то есть если я не использую компонент, он не используется и память на него не тратится. В принципе, если вы компонент не используете, не будет на него затрачиваться память, браузер не будет его инстанцировать и выполнять JavaScript код, но ShadowDome используется для других целей, он нужен для того, чтобы защитить ваш контент. Если вы разрабатываете сайт, на котором будет много компонентов, то один раз один элемент, второй разработчик тоже будет создавать свой компонент и сделает для него стиль, который перекрасит H1 элемент в зеленый цвет. А потом в зависимости от того, как эти компоненты будут размещаться на странице, тот компонент, который будет позже добавлен, вот такого цвета H1 элементы будут, либо красного или зеленого. То есть возникает конфликт стилей. Но когда разработчики при создании своих компонентов будут использовать ShadowDome, то у каждого будет своя песочница. У первого разработчика свой ShadowDome он в нем делает все, что хочет и извне на него ничего не влияет, никакие стили на него не влияют. Второго разработчика то же самое. То есть ShadowDome нужен для того, чтобы инкапсулировать кусок дом-дерева и сделать так, чтобы это дом-дерево было недоступно для стилей, недоступной работы полифила. Давайте мы сейчас полифил у нас был во втором примере. Мы возьмем вот этот пример и просто его скопируем вот сюда. Это все мы удалим. И стиль еще надо добавить. Мы запускаем в Chrome работает, то есть мы видим, что красный и черный. То есть ShadowDome не дал возможности стилизовать этот элемент. Если мы это запустим в Firefox, то если работает имитация ShadowDome должно произойти то же самое. в Firefox второй пункт тоже стал красным. То есть получается, что вот этот вот этот диф он не представляет из себя ShadowRoot для Firefox. Поэтому может нам нужно какие-то сделать дополнительные настройки для того, чтобы оно работало. Но, к сожалению, я не разобрался, не нашел этого. Нашел единственное объяснение, что пока ShadowDome дерево оно не реализуется полифилами в полной степени. То есть есть какой-то интерфейс, но при этом стили все равно будут работать так, как они работают при LightDome. Нет, полифил подключили, смотрите. Полифил у нас вот это первый пример. Вот полифил на 10-й строчке. вот он есть. А можете бросить ссылку на GitHub, чтобы я не искал сейчас этот полифил. Я пока отвечу на другие вопросы. Есть ли таких блоков прототип с наследованием около 100 штук и в каждом посту вложенных с разными зависимостями и ролями со сложной бизнес-логикой происходит сбой в 85-м блоке с 65-ю элементами? Что тогда? Не совсем понимаю вопрос. Именно в 65-м блоке вы имеете в виду HTML-компонент, которым произошла ошибка? Это вопрос Ренат задал. Пожалуйста, уточните его, потому что не совсем понимаю. Но если у вас в каком-то из компонентов будет ошибка, то по сути просто перестанет работать именно этот компонент. То есть страница вся адресуется, но один из элементов будет невизуализирован или визуализируется не совсем корректно. Но при этом все должно продолжить работать. так вот и всё будет продолжать. И то же самое получается последняя версия веб компонентов тоже мы в компонент джесс точно такая же ситуация стилизация которая делается для всех h1 элементов на странице она работает как для тех элементов которые находятся в light доме так это тех которые находятся в shadow доме поэтому как видите не работает shadow дом в полной мере и не не закрывает те элементы которые находятся внутри следующие примеры которые у нас остались будут относиться к использованию импортов вопросов большего кажется у нас нету в примерах ю тубе следующий следующий пример это использование импортов и того как можно объединить несколько javascript файлов таким образом чтобы быстро их подключить на страницу без не используя несколько линков скриптов и еще каких-то других атрибутов а используя всего лишь один линк чтобы одним запросам сразу же установить необходимые все зависимости для текущего документа то что мы видим в четвертой директории у нас есть индекс html документ на восьмой строчке мы размещаем html элемент пользовательский с именем компонент а и на пятой строчке мы с помощью линка подключаем внешний файл компонент а html который находится у нас вот рядом в этой директории далее мы смотрим что у нас происходит в этом компонент а html мы видим что здесь размещен темплейт и в этом же файле находится фрагмент javascript кода по сути это тот же фрагмент который мы использовали в первых примерах которых мы смотрели как создается пользовательский html компонент если здесь есть несколько таких фрагментов типа current скрипт но я попробую в следующих примерах показать как будет работать current скрипт для чего необходим этот этот участок кода во всем остальном видите что у нас создается прототип у нас используется create callback функция нас регистрируется регистрируется необходимый необходимый html элемент если взять индекс html страницу то на пятой строчке то что мы делаем используя link rel import мы просим браузер чтобы он выполнил запрос к этому html коду если в этом html файле будет находиться javascript или css то этот javascript и css выполнятся мгновенно то есть они будут подключены к текущей странице будут работать но если в этом компонент html файле находится html код например темплейт как в нашем случае для того чтобы этот темплейт начал работать чтобы он функционировал и отобразился где-то нам необходимо выполнить соответствующие манипуляции в нашем случае эти манипуляции мы в html файле делали мы этот темплейт с помощью javascript кода настроили таким образом чтобы он стал компонентом текущего документа поэтому если мы используем импорты все что находится в импортах это может быть ну например здесь мы могли бы разместить там несколько скриптов то есть просто добавить элементы скрипт которые бы объединяли там допустим все необходимые запросы к серверу которые нужно сделать для того чтобы получить там angular.js и все необходимые ваши компоненты то есть вы можете все объединить просто в одном html файле все необходимые скрипты и стиль и одним импортом подключить это все на страницу если понятно этот импорт поддерживается поддерживается браузером в нашем случае мы будем использовать импорты для того чтобы подключать именно вот веб компоненты в следующем примере мы создадим веб компонент состоящий из разных файлов а потом все эти файлы одним подключением добавим на страницу и получим получим выгоду от использования веб компонентов еще и удобно читаемый код в котором будет минимальное количество подключений на какие-то внешние файлы окно и переходим к примеру в котором мы попробуем сейчас мы его разберем и потом попробуем модифицировать таким образом чтобы он начал использовать веб компоненты этот пример учебный он наброса на скорую руку поэтому возможно здесь какие-то он имеет свои недостатки его можно было бы сделать намного красивее намного лучше вот но он чисто для ради для целей тестирования поэтому здесь есть такие несостыковки и мы может быть час их и будем с вами находить и пытаться от них избавиться вот что и себя представляет фрагменты html кода пока что не использующие веб компоненты у нас есть главная картинка у нас есть переключатель который позволяет позволяет переключать слайды то есть нас есть несколько кнопочек либо кликая по которым у нас анимация и происходит перемещение изображения если посмотреть на структуру самого html кода то слайдер вот он у нас представлен дивом с и дешником слайдер у нас есть несколько инпутов с тайпом радио назначение тех инпутов сейчас будет понятно когда мы кликаем по повод этим компонентом по кружочкам и по судя каждому инпуту устанавливается состояние check it и зависимость этого состояния у нас происходит перемещение перемещение картинок далее у нас есть сам див в котором и находятся картинки див слайдер overflow и inner возможно есть смысл здесь упростить эту структуру отдельно css стилями сюда подвязаны настройки которые мы сейчас разоберем есть три картинки которые будут непосредственно и изменение положения и есть лейблы которые по которым мы и кликаем на самом деле вот внизу вот здесь на странице это обычные лейблы но при этом эти лейблы привязаны к инпутам поэтому если мы кликаем по первому лейблу мы делаем так что вот этот вот первый input переходит состоянии check it при этом сам импут невидимый когда он переходит состояние check it у нас происходит смена здесь на стиле и картинка начинает двигаться слева направо или справа налево тоже сам браузер и css 3 анимация производит его передвижение в нужную сторону кликаем по этому лейбл слайд 2 делаем check it то есть этот элемент слайд 2 делается у нас выбранным и соответственно нас тоже как-то производится анимация давайте бегло теперь разберем что происходит в этом style css какие здесь у нас есть стиле первый стиль слайдер то есть мы фиксируем слайдер чтобы он 600 пикселей в ширину был далее мы определяем вот что для inner компонентов то есть вот для вот этого дива у нас будет запускаться transition all в течение одной секунды то здесь мы могли бы настроить какие-то дополнительные эффекты для анимации чтобы движение этого этого дива имела какую-то более более интересный эффект с каким-то замедлением ускорением начали другими какими-то easing функциями далее у нас есть настройки для картинок все карт картинки выстроены слева направо благодаря float left и по сути картинки у нас то есть мы сейчас видим вот картинку первую вторая картинка и третья картинка не у нас по сути рисуются дальше то есть просто продолжает они в данный момент эти картинки невидимые но когда мы кликаем по какому-то из этих лейблов у нас просто происходит маржинами движение изображений соответственно становится видимая следующая картинка вот в этом стеке картин вот давайте посмотрим что происходит когда у нас слайдер один становится check it мы говорим что мэджин left для inner diva становится ноль пикселей ноль процентов если слайдер 2 становится check it то слайдер один то inner элемент используем margin left на минус сто процентов то есть мы просто первую картинку убираем и показываем вторую картинку если третий чекаем слайд 100 соответственно минус 200 процентов показываем следующую третью картинку сами по себе радиоэлементы ведь они все спрятаны а кликаем и по вот этим лейблом это стандартная настройка для всех лейблов оранжевый цвет и какие-то там другие параметры а эта настройка для тех лейблов которые становятся активными то есть если лейбл активный у нас использует такой оранжевый цвет вот как у нас выглядит вот такой простой баннер понятно что здесь у нас мы за хардкодили только три картинки не меньше не больше динамическим и изменять не можем это как одно из решений как можно сделать вот такой простой ротатор для например главной страницы но какая здесь может возникнуть проблема если мы сейчас хотим просто продублировать этот слайдер во первых слабая семантика во вторых здесь никаким образом у нас не защищены те элементы которые здесь размещаются если у нас начнут на странице дублироваться и дишники это может произойти если мы захотим поместить на страницу 2 слайдера или еще выполнить какие-то подобные настройки то может возникнуть вот такая ситуация у нас есть два слайдера но при этом работают они неправильно у нас эти вращается только первый слайдер на втором слайдере нас не работают переключатели они не отображают не отображает как вы переключатель главный или дублироваться стиле у нас начали дублироваться и дишники ну и соответственно здесь вот уже работает не так как как ожидалось давайте попал попробуем теперь переписать этот пример таким образом чтобы вот этот слайдер стал веб-компонентом чтобы мы могли использовать его как как веб-компонент мы добавим новую директорию пока мы добавим сюда только один html файл и в этот html скопируем полностью содержимое нашего diva пока мы будем все делать в одном документе потом сделаем так чтобы все необходимые данные подключались через импорты есть наш html код являющийся основой для слайдера теперь мы добавляем стиле мы тоже их скопируем пока что прямо вот сюда в в индекс html head нажмем на контрол к д чтобы студия выровняла наш код вот и теперь нам необходимо сделать так чтобы вот это содержимое по сути превращалась в юзер компонент для того чтобы сделать это все контентом юзер компонента мы возьмем это в template мы помещаем это все в темплей дадим этому темплейту айдишник и напишем javascript код который будет делать так чтобы вот такая разметка май слайдер май слайдер чтобы эта разметка она превращалась вот в слайдер который мы видели до этого мы оставили май слайдер мы добавляем сюда скрипт скрипте добавим немедленно вызываемую функцию задача нашей функции первое создать прототип создать и потом create call back функцию этот прототип и зарегистрировать пользовательский элемент создаем май слайдер про то используем для этого объект create для того чтобы по наследству получить всю функциональность и чтимал элемент обычного мы берем прототип стандартного элемента получаем прототип дальше прототип нашего контрола дальше на этом прототипе мы добавляем created call back функцию которая должна будет настроить он может быть давайте даже сейчас без shadow дом дерево это попробуем сделать мы создаем при начала template и темплейт нам необходимо с помощью документ query selector получить слайдер темплейт мы взяли шаблон в этой переменной находится содержимое которое размещено на странице нам необходимо теперь сделать так чтобы все что есть в этом шаблоне размещалась вот внутри этого май слайдера внутри этой этого и чтимал элемента для этого мы берем текущий компонент мы говорим что мы для него с помощью аппенд чайл да добавляем наш темплейт точнее не темплейт а его копию документ импорт ноут темплейт контент и второй параметр true чтобы копировать все содержимое темплейт вот и теперь следующая операция нам необходимо теперь зарегистрировать этот прототип чтобы он был ассоциирован с вот такой и чтимал структурой в коде для этого мы используем документ регистр элемент первым параметром мы указываем имя май слайдер вторым параметром мы указываем объект с настройками в этом объекте нам достаточно сейчас указать прототип и в качестве прототипа нужно указать ранее настроенный объект если мы сейчас все сделали правильно то при загрузке данного документа май слайдер должен стать у нас слайдером сделали мы все правильно но забыли картинки добавить мы возьмем сейчас просто скопируем папку с картинками в новую нашу директорию мы видим что все у нас функционирует все работает но при этом очень получается некрасивый не структурированный код потому что все мы разместили в одном документе давайте попробуем теперь использовать импорт для того чтобы это все объединить в один документ возможно мы даже сделаем вот здесь отдельно директорию назовем ее май слайдер в этой директории у нас будет находиться html файл назовем его слайдер и в эту директорию нам же нужен будет javascript мы добавим javascript файл тоже на своем слайдер тот код который у нас сейчас находится javascript вырежем и вставим слайдер javascript сохраним его это скрипт нам теперь не нужен и шаблон мы вырезаем отсюда шаблон и помещаем его html файл при этом доктайп нам не нужен потому что у нас уже страница с доктайпом 1 будет загружена нам необходимо будет загружать только шаблон но чтобы этот шаблон работал как мы сказали в начале сама html разметка импортированная на страницу на ничего не стоит она должна быть инициализирована с помощью javascript кода поэтому этот javascript код мы подключим вот здесь добавим его еще раз и теперь то что касается стилей стиле мы тоже сейчас с вами отсюда уберем и перенесем пока мы тоже перенесем это все в html документ вот сюда добавим сюда стиль стиле шаблон и фрагмент javascript кода который все инициализирует если посмотреть теперь на индексы html тут у нас получается май слайдер один май слайдер остается только подключить необходимый html файл который будет работать делать возможным работа этого май слайдера для этого мы используем линк добавляем rel импорт и с помощью href указываем какую нам необходимо брать html страницу мы хотим импортировать вот мы импортируем с вами слайдер html если мы все сделали правильно то сейчас загрузив этот пример он должен работать но он сейчас у нас работать не будет давайте нажмем на их 12 посмотрим почему не работает у нас появляется ошибка что мы не можем прочитать значение свойства контент если мы посмотрим на структуру нашего javascript кода то мы видим что свойства контент у нас находится находится вот здесь на строчке 7 то есть мы на переменной темплейт обращаемся контенту и по ошибке понятно что темплейт у нас нал получился то есть помощью документ query selector документ есть говори selector функция работает но почему-то эта функция не нашла слайдер темплейт не нашла вот такой элемент на странице давайте посмотрим под отладчиком почему так произошло sources нас интересует наш жеваскрипт файл и нас интересует вот эта шестая строчка на которой мы пользуемся документ query selector если мы обновим эту страницу мы не у нас отладчик остановился на данной строке если мы нажмем на f10 то мы видим действительно что в переменной темплейт нал соответственно дальше с ней работать нельзя а если мы возьмем документ то мы увидим что url документа это это у нас слайдер компонент индексы html то есть получается query selector сейчас пытается найти элемент с идишником слайдер темплейт по вот этом вот индексы html файле если мы посмотрим на индексы html файл то здесь у нас нету элемента слайдер темплейт он находится у нас вот здесь в данном слайдер html который был подключен с помощью импорта получается что когда мы работаем пишем javascript код который находится в импортированном документе свойство документ она относится к главному главной странице которая импортировала данные чтобы получить доступ к этой странице нам необходимо выполнить вот этот фрагмент кода нам необходимо в начале до того как мы будем делать какие-то callback функции мы создаем переменную импорт doc то есть именно тот файл который импортируется в него записываем документ current script owner document вот в этом свойстве owner document будет храниться ссылка на html документ который мы импортируем и соответственно вот здесь джава скрипт коде вместо того чтобы работать с документ мы будем работать с импорта doc для того чтобы query selector am анализировать то дом дерева который находится в слайдере html по идее мы сейчас должны сделать все правильно вот у нас получается работающий наш компонент который полностью вынесен в отдельный файл на каком-то ресурсе необходимо добавить наш компонент мы добавляем папку май слайдер мы прописываем импортом слайдер html и в нужных местах указываем май слайдер именно как как элемент html разметки но то что мы сейчас с вами сделали мы мы сделали все правильно но мы не добавили shadow root давайте попробуем сделать так чтобы наш append child он добавлял не в текущие дом дерева не в light дом а именно в shadow дом дерева для этих целей нам необходимо создать здесь переменную root и в эту переменную нам нужно будет запустить записать this то есть по сути наш текущий создаваемый компонент он и будет являться shadow хостом из него должно расти shadow root дерево мы должны здесь вызвать create shadow root и теперь append child вызывать именно вот на этом объекте root но сейчас у нас возникнет другая проблема мы запустим этот пример у нас пропало оформление получается стиле которые сейчас у нас находятся эти они находятся отдельно подвис браузер подвис в студии стиль у нас находится вот отдельно и получается что данные стиле они никак не влияют на вот этот темплейт потому что темплейт сейчас в shadow root дом дереве а стиле находится в light дом дереве к сожалению если вы пользуетесь обычным обычным в обычными веб компонентами у вас нету возможности каким-то образом сюда подключить ссылку на стиле находящийся во внешних файлах вам необходимо именно взять стиля отсюда и скопировать их в темплейт если вы хотите чтобы стиль у вас все-таки лежали в отдельном файле вы к ним могли подключаться когда вам это необходимо вам необходимо пользоваться библиотекой полимер при настройке компонентов полимере вы можете сказать что этот компонент должен использовать вот там какой-то внешний ресурс и применять его для своей стилизации если мы теперь скопируем этот стиль сюда вовнутрь то мы увидим что эти работы теперь все корректно и при этом все вот это изображение это все находится у нас в shadow дом дереве у нас есть вот май слайдер и в этом май слайдере растет shadow root который закрыт от внешнего мира и даже если кто-то попробует там поменять стиле для картинок поменять стиле для лейблов это никаким образом не отразится на элементах прятанных внутри этого компонента потому что эти элементы закрыты shadow дом деревом еще что можно было бы интересным сделать сейчас наш слайдер он жестко связан с вот этими вот картинками неплохо было бы сделать так чтобы эти картинки они у нас находились вот здесь когда мы создаем слайдер мы извне говорим какие нам необходимое изображение показывает о том слайдере но при этом при этом сам слайдер он выступает в роли именно логики как картинки меняют но сами картинки для него неизвестны для того чтобы можно было содержимое которое находится у нас вот здесь в лайт доме чтобы его можно было вставлять туда в шеду дом нам необходимо необходимо вот здесь в то место которое мы хотим ставить содержимое из лайт дома необходимо добавить специальный html элемент контент то есть он является как бы insertion point там именно сюда будет вставляться то что находится внутри лайт дома в принципе можно было бы на этом остановиться если мы запустим пример он по идее будет работать у нас только мы не тут запустили но мы видим что есть какие-то проблемы связанные с изображениями изображение не получили нужные настройки это связано с тем что у нас перестали работать стиле для картинок картинки у нас идут вот настройки для картинка картинок слайдер слайдс и мг но если мы сейчас посмотрим на ниже идущий элемент у нас в слайдс внутри картинок нет у нас здесь здесь контент в котором уже находятся картинки нам необходимо немножко поднастроить правило здесь селектор того чтобы он выбирал не просто картинки которые есть а брал картинки которые с помощью контент элемента были получены то есть таким образом мы говорим что необходимо стилизовать distributed ноут то есть те узлы которые находились где-то во внешней в внешнем light дом дереве и попали к нам через элемент контент сейчас по идее у нас должно начать работать все правильно вот мы видим что теперь у нас правильно работают картинки и при этом вот они устанавливаются через внешний отдельные чеки мало элементы даже если мы сейчас попробуем дублировать этот код по идее на все должно работать правильно и два одинаковых слайдера должны работать корректно это один слайдер у нас вот у нас второй слайдер которые вот тут независимо друг от друга каждый слайдер своем shadow дом дереве работает и каждый слайдер защищает свою информацию подумайте какие у вас возникли вопросы по по ходу создания этого примера я почитаю сейчас чат наши попробую ответить на то что вы в этом чате написали как насчет безопасности в shadow дом не совсем понятно что из себя представить что в вашем понимании безопасность shadow дом от чего именно вы хотите обезопасить код это все открытый код который можно проинспектировать найти его как обычный javascript код как обычный html shadow дом отношениями только к инкапсуляции стилей и элементов чтобы к ним не доступались другие скрипты и стили на странице если обобщить то проблемы из javascript перетекает и web компонент ну задача вот компонент не решать проблему javascript задачи в компонент именно дать вам инструмент для создания компонентов возможность сделать так чтобы вы именно создавали свое приложение модуль на чтобы ваш интерфейс состоял из вот набора компонентов набора плагинов которые легко повторно использовать чтобы их переподключить из одного проекта в другой проект достаточно скопировать несколько файлов и добавить просто один html элемент наследование прототипирование вопп при реализации сложных проектов несут несколько некую опасность и легко запутаться если проект сложный и ответственный но тут любой проект может быть сложным и независимо от того что вы будете использовать в компоненты оба или еще что-то можно запутаться и получить какие-то нежелательные нежелательный эффект поэтому в компонент они решают одну задачу об решает другую задачу и по сути если мы говорим о в компонентом то в компонентах то наш интерфейс становится более объектно ориентирован потому что мы теперь начинаем как бы манипулировать отдельными сущностями отдельными контролами в интерфейсе вместо того чтобы создавать там кучу дивов связанных между собой мы создаем отдельный кастомный html элемент который в свою очередь может еще использовать какую-то базовую функциональность других html элементов которые получаются через прототип ну поэтому да вот ренат правильно говорит компоненты решает вопрос частично те вопросы которые связаны с интерфейсом вот решается в компонентами те вопросы которые связаны с бизнес-логикой какими-то другими уровнями вашего приложения него компонентами не решаться вопрос от даниэль насколько имеет смысл капсулировать стиле с помощью веб-компонентов больше ли смысла в инкапсуляции в css js и подобных проектах ну как вы видите инкапсулирование стилей в веб-компонентах не совсем корректно работает во всех браузерах то есть паре корректно работает только в хроме на данный момент может быть конечно все таки неправильно сделать эти настройки с использованием веб-компонентах орг но как видите стиле инкапсулируется корректно в хроме в firefox и внешний стиле будет влиять на на ваш компонент и его переписывать поэтому есть смысл использовать пока что еще и другие проекты но я уверен что очень быстро все эти проблемы решаться с развитием веба и веб-компоненты они относительно недавно появились но недостаточно активно сейчас уже используется вот задается вопрос о событий на ориентированном программировании как этот подход может быть здесь применен я так понимаю вы имеете ввиду можем ли мы повесить обработчики на события сделать так чтобы например у нас была какая-нибудь кнопка внутри нашего веб-компонент и мы могли сделать для этой кнопки отдельный обработчик если я правильно вас понял то мы можем сделать просто внутри самого веком веб-компонента вот здесь при created callback мы можем прочитать значение атрибутов то есть если у нас есть какой-нибудь атрибут например мы в атрибуте get attribute в атрибуте то есть он клик с помощью get attribute мы с у нас будет находиться ну по сути название функции мы можем взять это название и использовать его для того чтобы вызвать уже непосредственно то событие которое было привязано то есть получается в он клик у нас находится то что мы хотим запустить при определенных событиях когда мы достигаем этого события у нас есть допустим какой нибудь какая-нибудь кнопка получается у нас есть внутренняя какая-то структура у этой внутренней структуры есть своя событийная модель которая поддерживается самим браузером и при этом в этой событийной модели мы используем вот когда это событие происходит мы используем имя этой функции для того чтобы эту функцию запустить не что в данном случае если мы возьмем это через get attribute мы получим это в виде строкового значения то есть нам придется каким-то образом эту функцию искать допустим на объекте пусть допустим эта функция будет глобально не очень красивый пример ну вот мы будем ее брать на глобальном объекте windows и запускать ее то есть нам необходимо будет передавать не только имя функции но еще и контекст на котором эта функция будет запускаться самый простой способ это определять функции в каком-то отдельном объекте который будет доступен для нашего веб-компонента как отдельное свойство например веб-компонент чтобы мы могли его установить через через javascript код если говорить о атрибутах то нам необходимо считать атрибут и эту функцию которая была записана в атрибуте вызвать в нужный момент времени какие у вас есть еще вопросы в принципе мы подходим к концу давайте подведем итог что мы с вами разобрали в этом вебе на этом вебинаре первые несколько примеров были посвящены использованию шаблонов полифилов shadow дом и импортов то есть самые простые примеры которые даются в самые основы использования html5 веб-компонентов связанных с этой технологией